Всем привет! С вами я, Алиса, и канал Пелевикс. Так вышло, что за последний месяц пришло огромное количество посылок. И это можно назвать запасы медведя. Почему именно медведя? Хм, не знаю. Как вы уже поняли, в сегодняшнем видео мы будем распаковывать вот эту большую посылку с куклами для мамы. Ну и для меня, может быть. В этом видео будет много интересных кукол. Но это не точно. Я очень заинтригована. Надеюсь, вы тоже. И да, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также нажать на колокольчик, чтобы быть первыми, кто смотрит мои видео. Ну а теперь самое время открывать эту посылку. Как ее открыть? Ну а чтобы мне было проще доставать кукол из коробки, пожалуй, я немножко положу эту посылочку пониже. Ну, поехали. Начнем смотреть, что тут находится. Итак. О! И первая кукла в этой посылке это Стар Дарлинг. Это же моя хотелка от Джакс Пасифик Леона Старлинг. Она так быстро ко мне пришла, потому что я ее заказывала вообще совсем недавно, где-то неделю назад. Вот это поворот! Шуга. Как-то я выложила в свой кукольный инстаграм фотографию из Диснея Стора с куклами Стар Дарлинг, в том числе и с Леоной. И она мне, честно говоря, порядочно намазолила глаза. Не кукла, а фотография. И вот я все смотрю, смотрю, понимаю, что... Боже, это теперь моя хотелка! В общем, бесконечные мольбы и просьбы, и вот она тут уже стоит у меня на столе. О! О! Это большое для меня счастье, это мечталка-хотелка просто у... Вообще мне из этой линейки кукол нравится еще и Либби, она такая вся в розовом, очень клевая, но цена на нее на данный момент вообще стоит, и не хочет никак опускаться, и ничего вот не сподвигает на покупку и приобретение этой куклы. Прошарив на просторах интернета фотографии, я выяснила, что моя кукла, скорее всего, является перевыпуском. Если вы что-то знаете про Леону, напишите в комментарии. Мне будет приятно узнать от вас что-то новое про данный бренд или же эту куколку. Я очень довольна куклой, она такая яркая, как солнышко, и напоминает мне Дафну из Винкс, а тон ее кожи похож на Ребекку Стим, почти такой же медный с золотистым блеском. Она кажется такой милой крохой. Будет ли вам интересен обзор на эту красавицу, напишите в комментарии, мне будет приятно почитать. А еще я часто отвечаю. Ставь лайк на это видео, на успех, и тогда у тебя сбудется какая-нибудь хотелка. Это проверено. А не поставишь? Ну а далее у нас следует... Немножко трешовая кукла, по крайней мере, для меня. И так... Ой, другой стороной. Просто я уже вижу, что коробка побольше других. Да ладно! И да, мне кажется, вам уже будут сниться эти вот черные коробки, потому что я их часто уже достаю. Я вижу, что коробка уже побольше других, а это что-то значит. Мне так кажется. Это Gold Label Collection, то есть золотой лейбл. Барби. Что мы видим? Tribal Beauty. И, к сожалению, коробочка немного помялась из-за транспортировки. Надеюсь, это не будет касаться куклы. Плиз! Ууу! И да, действительно, тут, конечно, есть разные впалинки, но кукла это вообще не затронуло. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о! Ничего себе! Я про эту куклу, мне кажется, могу говорить бесконечно, потому что у нее столько красивых деталей. Итак, это кукла Tribal Beauty, то есть красавица племени в замысловатом довольно наряде. У нее клевый аксессуар в наборе. Это посох, увенчанный головой зебры. Чувак, что это? А головной убор размером с голову Гулиопа Джеллингтон. Воу-воу! А еще у куколки накладные ресницы, которые подчеркивают ее глаза. Мушка, как у Мерлин Монро. Только над правой губой. Тираж 6000 на весь мир Судя по всему, наше 475 Но это не точно Когда к мне приходят новые куколки, то я просто хочу выкладывать фотографии в свои инстаграмы, в ВК В общем, в разные социальные сети Так что подписывайтесь, и мы будем с вами общаться, делиться новостями разными Ссылки будут в описании Что ж, давайте посмотрим дальше, что же тут есть Ух ты, и снова черная коробочка Ну, мам, ты, конечно, оторвалась Как мы видим, она, кстати, поменьше размером Ну что ж, смотрим и оцениваем, что же внутри Ух ты, оу, вау Ну, что я могу сказать Типичная королева созвездий от дизайнера Билла Грининга Эта роскошная Барби завершает мини-коллекцию кукол золотого лейбла, увидевших свет в 2011 и 2012 году. У нее волосы, как у Лиззи Хартс. Фу, плагиат! Платье королевы из металлизированной материи с юбкой рыбий хвост. А самой интригующей деталью аутфита этой коллекционной Барби является черный корсет с декором, напоминающим фрагмент скелета. А еще черный лак, бордовая помада и бровки. Аля, вам хана! Хотя, может быть, я это все наговорила и на самом деле она добрый персонаж. Воприкол будет. Просто по ее взгляду хочется сказать, что сейчас будет всем плохо. Ты втираешь мне какую-то дичь. Но надеюсь все-таки, что она божий одуванчик. Хм-хм-хм-хм. Кстати, в конце видео будут кликабельные ссылки на мои предыдущие видосики. А также нажав на аватарку мою, вы можете с легкостью подписаться на канал. Так что дерзайте! И не забывайте про колокольчик! И следующая тяжелющая коробка. Такое слово есть? Тяжелющая в русском языке. Это плененная красота призрака госпожа особняка с привидениями. Тираж такой коллекционной куклы 6100 на весь мир. О, у меня ноги затекли от стрелок. Вау! Она, пожалуй, мне нравится больше всех из того, что я вот открывала за последнее время. О, клевая, вау! Она просто наипрелестнейшая. Такая утонченная, изысканная аристократка. Дизайнер Билл Гринг при создании этой зловещей красотки вдохновился классическими хоррор-киноисториями. Например, фильмом «Особняк с привидениями» 2004 года, которым играл главную роль актер Эдди Мерфи. Кстати, этот фильм постоянно крутили и до сих пор, я думаю, крутят по разным телевизионным программам. Кукла «Мистерс оф зе Монор Барби» приветствует великолепное наряде викторианской эпохи, состоящем из атласного платья с пышной юбкой. В руках хозяйки Монора большая связка ключей, которые помогают ей охранять дом. Один из интересных аксессуаров куклы – книга «Life in the Scream House». В общем, она чертовски хороша! Вау! Так как уже наступило лето, все экзамены сданы, это значит, что наконец-то появилось огромное количество времени, и я могу осуществить те планы, которые я в течение этого учебного года планировала. И чтобы это, конечно же, осуществить, мне не хватало буквально пару кукол, одна из которых является Эшлин Элла из коллекции «Legacy Day». Итак, это вторая волна данной серии, очень милая, и вот, наконец-то, мы уже близки с вами к цели, скоро вы все сами узнаете. Она в великолепном платье, у нее даже колготки в сеточку, как сейчас модно, кстати, да. В общем, она знает толк в моде, это заметно. Очень красивое, все в розовых тонах, мило так... Ня-ня-ня-ня-ня-ня, вот... Отличное дополнение в коллекцию, всем советую эту девчонку. Еще в набор к ней прилагается подставка, а это немаловажно. Так, что же тут есть? Ого! Еще одна черная коробочка, но она уже с таким вот рисунком. Ух ты, надо же! Даже это не рисунок, а вот такая вот фотография великолепная. Кажется, я уже догадываюсь, что это за бабочка такая Барби под лимитированным изданием. И, кстати, дизайнер тоже Боб Мэйки. Что ж, давайте открывать. Тут даже положили... Ого! Вот такой вот рисунок еще. Я не думаю, конечно, что он нарисован от руки, скорее всего, он, конечно же, напечатан. Но посмотрите, такая красотень. То есть вот эскиз этой куклы. И дальше мы видим вот такую вот красивую серебряную ленту с крыльями и обертку. А дальше уже расположена кукла. Что ж, мы аккуратно все достаем. И... Ого! Я это трогаю! О, жесть! Я это трогаю! Все такое бархатное, что... Жесть! Это кукла Ле Папи Юн, то есть бабочка от дизайнера Боба Мэйки. Она целиком одета в черный бархат. Воротник ее наряды выполнен в виде крыльев бабочки, а головной убор, прикрывающий розовые волосы, в виде усиков. Черный бархат крыльев покрыт плотной вышивкой, розовыми и серебряными нитями. Кое-где вышивка дополнена маленькими стразами. Кукла очень эффектная и запоминающаяся. Естественно, как и многие куклы от дизайнера Боба Мэйки, эта барби не предназначена для переодевания. Да уж. А еще у нее малиновые полосочки вместо бровей. Я такие же видела у кассирши в метро. А у меня вообще светлые брови. Кстати, кукла не лысая. На самом деле ее волосы сильно залачены и надежно спрятаны за этим главным убором. Маскировка сотый левел. Обзор на кукол Монстрыха Эвер Афтер планируется в скором времени. Так что, если вы хотите не пропустить эти видео, то скорее подписывайся на канал, ставь лайк, а также напиши в комментарии, на какую куклу, может, из этих девчонок или же из моей коллекции неоткрытых кукол вы хотите обзор. Знаете, я читаю комментарии и люблю вам отвечать. Ну и не забывайте про мои соцсети. Все ссылки будут в описании, как обычно. Я вам всем советую подписаться. Be cool and crazy! Всех вас очень-очень люблю. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok